Друзья, всем привет! Меня зовут Атон Суздалев и я вас приветствую на канале ProSport. Пользуясь холодной погодой и наличием свободного времени, мы продолжаем рубрику «От дивана до марафона», где делимся советами и лайфхаками подготовки к соревнованиям. Сегодняшняя тема будет актуальна для многих любителей, особенно для тех, кто не так давно встал на скользкий путь лыжника. Часто у многих возникают вопросы, как одеться на тренировку или соревнования зимой. Поэтому сегодня мы разберем, какая одежда и экипировка необходима, чтобы тренировки и соревнования проходили в комфортных условиях, принося только пользу для здоровья и удовольствия. Пользуясь случаем, хотел пригласить всех желающих от мала до велика 9 марта на лыжную гонку, гонка по колени, которую проводит наша команда ProSport. Подробности вы найдете по ссылке в описании. А теперь погнали! При выборе одежды надо в первую очередь ориентироваться на собственные ощущения, поскольку у всех по-разному переносится морозы. И адаптировать одежду под разные температурные диапазоны холода. К примеру, я могу зимой спокойно бежать в соревнованиях в гоночном костюме, поддевая под низ трамбелье с коротким рукавом. И мне будет достаточно комфортно и даже не жарко. А корот в таком виде будет уже замерзать. Основное правило, которому мы должны придерживаться, это правило нескольких слоев. Подбирать их нужно, исходя из погодных условий. Базовый слой – термбелье, трусы, кальсоны, футболка с длинным либо коротким рукавом. Три базовых элемента, от которых во многом зависит комфорт на тренировке. Основная их функция – отведение пота от тела и сохранение тепла. Поэтому тут не стоит экономить, лучше выбирать проверенные бренды, которые будут удобно сидеть по фигуре, не сковывая движение, или наоборот, не будут свободно болтаться. И самое главное – будут иметь качественный состав. Состав термбеля будет зависеть от температурного диапазона. Тонкая она будет без шерсти, средняя диапазон будет иметь небольшой процент шерсти, а теплая уже будет иметь большой процент шерсти. Термбелье бывает без мембраны, а также с ветрозащитной мембраной в передней части изделия. Это актуально для соревнований, когда сверху одет только гоночный комбинезон, и на ветру и на спусках вам будет в нем более комфортно, чем в термбелье без мембраны. Отдельным немаловажным элементом, на который нужно обратить внимание – это носки. Они также должны быть высокотехнологичные, ХБ или шерстяные носки тут не подойдут. Ихняя задача также – отведение пота и сохранение тепла. Следующий слой, средний слой – это флисовая кофта или толстовка, одеваем в основном в очень холодную погоду. Для активных тренировок или соревнований данный слой будет лишним, так как вы будете просто-напросто перегреваться. Верхний слой – это лыжная куртка, лыжные штаны и лыжный жилет. Иногда легкий пуховик на синтетическом утеплителе. Основная здесь задача – сохранение тепла, отведение влаги, защита от ветра и осадков, снега и небольшого дождя. Поэтому в передней части изделий, куртки и штанов, жилеты должны присутствовать в мембране, которая будет защищать от ветра, снега и дождя, тем самым сохраняя сухость и тепло. Задняя часть изделия бывает разная. Выбирать нужно уже индивидуально. Есть разные варианты, когда на спине нет мембраны, за счет этого достигается максимальная вентиляция, но при этом спина будет продуваться, поэтому, возможно, будет некомфортно в таком варианте. Он подходит для активных тренировок или тренировок в небольшой минус. Второй вариант – когда мембрана находится в верхней части спины, защищая плечи и лопатки. Они имеют хорошую вентиляцию и защищают от ветра основные части спины. Наверное, самый оптимальный вариант для тренировок. И третий вариант – когда мембрана находится на всех частях изделия. Самый теплый вариант с самой плохой вентиляцией подходит для легких прогулок или активных тренировок в сильный мороз. Надо понимать, что мембрана более плотная, чем обычная ткань и менее эластичная, поэтому куртка в таком варианте будет более тяжелой и немного сковывает движения ваши. Также можно тренироваться в легком пуховике, но уже желательно на синтетическом утеплителе, поскольку, в отличие от пуха, его легче стирать и он не впитывает запахи. Пуховики не имеют мембраны, поэтому их рекомендую одевать в сухую погоду, а для защиты от ветра под низ одевать термобелье с мембраной или жилет с мембраной. Лыжные штаны рекомендую брать с быстросъемными подтяжками, тогда штаны не нужно будет затягивать на поясе и они никогда не сползут с вас. Если вы участвуете в соревнованиях, берите штаны с длинной молнией по бокам, а лучше с молнией на всю длину. Это позволит удобно и быстро снять штаны перед стартом, даже не снимая лыжа. Еще один не менее важный элемент – это шапка, перчатки, варежки, баф. Все это также подбираем, исходя из погодных условий. Шапку для тренировок берем с защитной мембраной, чтобы голову не продувало в движение. Если вы оденете вязаную шапку, даже при всей ее теплоте, голова быстро будет замерзнет, так как ветер будет ее продувать насквозь. Для соревнований индивидуально подбирайте комфортный вариант. Обычно это шапки по ткани, такие же, как гоночный комбинезон, без защитной мембраны. Баф – очень удобная, многофункциональная вещь, которую можно одевать как полоску, шапку или заполнить шапку. То есть работает он в различном исполнении. Они также бывают нескольких типов. Тонкие без утеплителя – самый популярный вариант. Также бывают утепленные из флиса или комбинированные варианты. Перчатки, варежки. Перчатки подходят для активных тренировок или соревнований в небольшой мороз. Варежки или лобстер – это уже более теплый вариант, так как там пальцы находятся все вместе. При выборе изделий смотрите, чтобы в верхней части изделия была мембрана. На нижний удобный материал, который не будет позволять, скажите, рукам, когда мы держим палки. Перчатки из флиса или тканевые аналоги – не самый удобный вариант. Но их можно поддевать под варежки в холодную погоду, чтобы при необходимости можно было достать телефон или ключи от машины, и при этом не поморозив в это время руки. Поэтому в более холодной погоде лучше одевать варежки или лобстеры, там пальцы находятся вместе, одевая под низ тонкие флисовые перчатки. Это более теплый вариант. На канале я ранее снимал выпуск про рекомендации по экипировке и тренировкам в сильный холод. Думаю, многим он будет актуален. Продолжение следует... А также обязательно посетите магазин с фирменной экипировкой. Свяжитесь с нами, и мы расскажем, в чем наше преимущество. Следующий элемент – это лыжные ботинки. Подбираем по размеру с учетом того, что вы будете одевать теплый носок. Ботинки рекомендую обязательно мерить, так как у всех разная стопа и разные производители имеют разную колодку ботинка. Она будет меняться в зависимости от уровня ботинка. Более простые модели будут, более мягкие, широкие и теплые. А верхние модели ботинок будут жесткие, легкие и не такие теплые. Это надо также участвовать при выборе. Зная свои особенности стопы, можете взять на пол или даже на размер больше. Так вам будет теплее, чем если вы возьмете ботинки, которые вам будут в упор. Надо отметить, что более свободный размер здесь не так критичен, как бега обуви. Тут стопа особо не гуляет в ботинке, особенно в коньковом варианте. Если вы едете на тренировку на машине, рекомендую одевать сухие носки и ботинки уже на месте, так как в дороге у вас нога может спотеть и носки бы намокнут. А когда вы оденете лыжные ботинки, ноги в таком состоянии быстро замерзнут на морозе. Если вы тренируетесь в холод или в принципе у вас быстро мерзнут ноги, то рекомендую приобрести стельки с подогревом и чехлы на ботинке. Если вы планируете тренироваться регулярно и ваши тренировки будут от часа и более, то рекомендую приобрести специальный термос, куда вы будете наливать горячее питье на тренировку. Он удобно крепится на поясе и способен пару часов удерживать тепло даже в самый сильный мороз. Главное, непосредственно перед тренировкой наливайте туда кипяток. Поэтому, если вам до тренировки предстоит продолжительная дорога, то лучше сначала налить питье в обычный термос и уже непосредственно на месте перелить напиток в подсумок. Кстати, на канале есть отдельный выпуск про рекомендации по питанию на лыжном старте. Обязательно посмотрите его. После тренировки обязательно рекомендую переодеваться в сухую одежду, хотя бы верхнюю часть. То есть вверх там белья и одевать сухой верхний слой. Лучше всего брать с собой какой-то пуховик и шапку. Так как во время тренировки вы, скорее всего, спотеете, а зимой остыть много времени не нужно. Особенно, если вы садитесь в холодную машину, а любое переохлаждение, вероятнее всего, приведет к дальнейшей болезни. Поэтому вам также понадобится сумка или рюкзак, куда можно быстро и удобно сложить сменные вещи. Есть удобные вместительные лыжные рюкзаки с большими отсеками и быстрым доступом ко всем вещам. Кстати, класть напитки я рекомендую в отдельный карман, так как термос может быть неплотно закрыт. И он может намочить все содержимое, что будет находиться рядом. Теперь перейдем к экипировке, которая нам необходима для участия в соревнованиях. Основное правило на старте у вас не должно быть ничего нового. Вся экипировка должна быть протестирована на тренировках. Кстати, на канале есть выпуск, где я собрал топ-10 ошибок перед соревнованиями. Обязательно посмотрите его, чтобы в дальнейшем избежать их. На соревнованиях экипировка будет отличаться от... В частности, для более комфортного состояния мы меняем верхний слой, то есть тренировочный костюм, он же разминочный костюм, мы меняем на более тонкий, эластичный гоночный костюм, он же комбинезон, который бывает в различном исполнении. Отдельно вверх кофта, отдельно низ лосины. Также бывают в слитном исполнении, что вам будет удобнее решать вам. Можно, конечно, стартовать в тренировочном костюме, но, скорее всего, вам будет в нем жарко и некомфортно. Под гоночный комбинезон одеваем только термобелье по погоде, как я уже сказал ранее. Можно одевать термобелье с ветродеводуваемой мембраной, на спусках нам будет в нем комфортнее и теплее. Также можно дополнить гоночный комбинезон верхним слоем в виде жилета. Это вариант хорошо использовать как на соревнованиях в холод, так и просто на активных тренировках. Шапка, баф, перчатки одевайте на соревнования, исходя из погодных условий и их собственных предпочтений. Если вы едете на соревнования, я рекомендую сразу не одевать верхнюю часть гоночного комбинезона и термобеля, в котором вы будете стартовать. На старт, особенно если это масс-старт, вы должны выходить в сухой одежде, поэтому необходимо выполнить разминку и непосредственно перед стартом уже одеть сухой комплект термобелья и комбинезон. Иначе за 10-15 минут, за которые будете стоять и ждать своего старта в мокром термобелье, вы просто-напросто замерзнете и весь смысл разминки пропадет. Также после финиша сразу рекомендую переодеться в сухую одежду, прежде чем идти на заминку, а тем более если вы планируете стоять на финише и ждать там товарищей, например, по команде. Из аксессуаров вам могут понадобиться очки или лыжная маска, не надо путать с горнолыжной, часы или пульсометр с нагрудным датчиком, заряженный фонарик со сменным комплектом аккумуляторов, если вы бежите или тренируетесь в темное время суток, и поезд для гелий можно взять. Документы, необходимые на старте. Паспорт, медицинская справка, выданная не позднее, чем за 6 месяцев до старта, страховка, слот, подтверждающий регистрацию в печатном электронном виде для получения стартового номера, и, не по необходимости, электронный чип, который выдается вместе с номером, либо по номеру в зоне старта. Также не забудьте про питание на дистанции и для восстановления после финиша. По необходимости рекомендую иметь собственную аптечку с нужными вам препаратами. В описании по ссылке ниже для удобства я оставлю чек-лист, который вам поможет собрать все необходимое на соревнования и не забыть нужный элемент экипировки. Друзья, в принципе, на сегодня у меня все. Если вам понравился данный выпуск, поставьте к нему лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Если у вас есть какой-то свой лайфхак, напишите его также в комментариях. Думаю, остальным будет полезно почитать. То есть делитесь своим собственным опытом. Также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а пока тренируемся, развиваемся и не забываем про спорт. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...